Канал Метер с Кепкой ТВ представляет Уж сколько раз твердили миру, Что лесть гнусна, вредна, Но только всё не впрок, И в сердце льстец всегда отыщет уголок. Вороне где-то бог послал кусочек сыра. На ель ворона взгромоздясь, Позавтракать было совсем уж собралась, Да позадумалась, а сыр во рту держала. На ту беду лиса близёхонько бежала. Вдруг сырный дух лису остановил. Лисица видит сыр. Лисицу сыр пленил. Плутовка к дереву на цыпочках подходит, Вертит хвостом, С вороны глаз не сводит. И говорит так сладко, Чуть дыша. — Голубушка, как хороша! Ну что за шейка, что за глазки! Рассказывает так право сказки. Какие пёрышки, какой носок! И верно ангельский быть должен голосок. Спой, Светик, не стыдись. Что ежели, сестрица, При красоте такой и петь ты, мастерица? Ведь ты б у нас была, царь-птица! Вещуньи наспохвал, Вскружилась голова, От радости Взабу дыханье спёрла, И на приветливые Лисицыны слова Ворона каркнула Во всё Воронье горло. Сыр выпал. С ним была плутовка такова. Вот это да! С завтраком сегодня кому-то явно повезло. А ты уже знаешь, Кому из зверей достался Лакомый кусочек сыра? Может, ежу или вороне? А может, даже сове? Попробуй угадать! Что ты! Для ежа такой завтрак совсем не годится. Ежики питаются насекомыми, Фруктами и грибами, Но уж точно не сыром. Нет-нет, сова не станет завтракать сыром. Она бы больше предпочла Мышей или мелких грызунов. Вот она, счастливица! Да-да, Именно вороний сегодня Бог послал на завтрак Кусочек сыра. Ммм, хорошее начало дня! Какой ароматный И аппетитный кусочек сыра! Не каждый день Находишь такой подарочек. А это ещё кто? Да это же хитрая лисица, Которая учуяла запах сыра И тоже не прочь вкусно позавтракать. Уж она-то придумает, Как выманить лакомство у вороны. Здравствуй, воронушка! Как жизнь? Гляжу, ты выглядишь сегодня дивно. В чём секрет? Ты только посмотри, Какие у тебя ушки! Прелесть! Да любой зверь позавидует! Ммм, Какие зубки! Загляденье! Беленькие, остренькие! Боюсь, боюсь! А глаза-то, глаза, красотища! Ни у кого ещё таких глаз не видала! Угу. Какой у тебя заметный хохолок, ворона, Как у самой благородной птицы! А пёрышки-то какие! Мягкие, воздушные! Одним словом, мечта! Угу. Я слышала от других жителей леса, Ты так вкусно готовишь, Что даже медведь к тебе заглядывает на обеды! Угу. Совсем неподалёку от этой опушки Есть целая галерея картин, Да таких красивых, Что глаз не оторвать! Это твоих крыльев дело, ворона? Угу. Одно я знаю точно, У тебя, воронушка, Ангельский голосочек, Спой, голубушка, Не стесняйся. Ах! А вот и попалась! Ну надо же! Неужто ты действительно думала, Что прекрасно поёшь? Вот так, в следующий раз На лес не попадёшься, А думать прежде будешь. Ну а я пока позавтракаю. Главное, это вовремя понять, Что правда, а что ложь. Да и самим себя Нужно оценивать правильно. Ах, какая же я глупая! Разве можно было доверять лисице? Она ведь такая хитрая, Кого хочешь, с толку забьёт. Теперь голодной останусь. Эх! Ну ничего, полечу в лес, Может, найду что-нибудь ещё? Угу. Попрыгунья стрекоза Лето красное пропела, Оглянуться не успела, Как зима катит в глаза. Помертвела чисто поле, Нет уж дней тех светлых боли, Как под каждым ей листком Был готов и стол, и дом. Всё прошло, С зимой холодной нужда, Голод настает. Старикоза уж не поёт, И кому же в ум пойдёт На желудок петь голодной. Злой тоской удручена К муравью ползёт она. Не оставь меня, кум, милый, Дай ты мне собраться с силой, И до вешних только дней Прокорми и обогрей. Кумушка, мне странно это, Доработала ли ты в лето? Говорит ей муравей. Да того, Голубчик, было, В мягких муравах у нас Песни резвость всякий час Так, что голову вскружила. А, так ты... Я без души, Лето целое всё пела. Ты всё пела? Это дело. Так поди же, попляши. Ах, как красиво летом. Золотистое солнышко, Зелёная травка И чистое голубое небо. Эй, муравей, ты всё трудишься? Оглянись вокруг. Веселиться, петь и плясать Надо в такую погоду. Эх, стрекоза, Ничего-то ты не понимаешь. Зима ведь не за горами. Работать надо сейчас, А то потом голодной останешься. Ну и насмешил, муравей. Голодной, говоришь, останусь. Да посмотри, Вокруг полно еды. А домик Из любого листочка сделать можно. Глупая. А зимой ты что кушать будешь? А из листочка домик Разве долговечен? Эх, пропадёшь, стрекоза. Да ну тебя, муравей, Не друг ты мне больше. Не умеешь ты просто Так же радоваться, как и я. А до зимы ещё далеко. Я что-нибудь придумаю. Ну хорошо, стрекоза. Как говорится, Бог в помощь. Как же здорово Ни о чём не заботиться, А просто отдыхать И наслаждаться летом. Раз уж стрекоза Отказалась строить себе домик И запасаться едой на зиму, Давай поможем муравью Собрать щепки и колосья, Которыми он будет питаться Целую зиму. Так мы ему здорово поможем. Этих щепок мне достаточно для того, Чтобы утеплить домик И пережить лютую зиму. Спасибо! Благодарю! Этими колосками Мы с моей семьёй Полакомимся на Новый год! Спасибо! Этого колоска Мне хватит на целый декабрь. А теперь Муравью надо собрать Немного росы, Чтобы пополнить Его зимние запасы Питьевой воды. Поможем ему? Для начала Найди ведро, Куда мы будем собирать росу. А вот и ведро! Долго же я искал его! Теперь я без труда Соберу всю росу На своей полянке. Ого! Ведро уже наполовину полное! Но где же ещё осталась роса? Мне нужно набрать полное ведро, Ведь без воды Мы целую зиму не проживём. Ну, наконец-то, ведро полное! Теперь я полностью готов К приходу зимы. Кажется, уже всё готово к зиме. Пойду домой, Занесу всё И разложу по местам. Как же холодно! Когда кончится этот мерзкий дождик? Мои бедные крылья промокли насквозь! Где мне спрятаться от дождя? Бедняга-стрекоза сейчас совсем промокнет, А там и до простуды недалеко. Давай поможем найти ей домик. Этот лопух совсем не годится для домика. Посмотрите, он еле держится на своём стебелёчке. Как же мне под ним от дождя скрываться? Ой, кажется, эта ромашка уже завяла. Я не смогу переждать под ней дождь. Надо подыскать что-нибудь понадёжнее. Нет, этот домик муравья. Не стану в него стучаться. Ставлюсь и без него. Найду себе такой домик, Что все мне завидовать будут. Надеюсь, муравей пустит к себе. Не оставит же он меня Одну-одинёшеньку под дождём промокать. Муравей, голубчик, открывай! Муравей не слышит. Наверное, это всё из-за дождя. Какая же я несчастная, Промокшая и голодная. Как же холодно на улице. Да ещё и так одиноко. Похоже, прав был муравьишка. Надо было мне ещё летом задуматься о том, Как пережить осень и зиму. Да чего же холодно стало. Мои бедные крылья превратились в сосульки. Может, на этот раз муравей Жалится надо мной и пустит в свой домик. Помоги мне, пожалуйста, Постучись к муравью, А то я вся замёрзла. Ах, это ты, милая стрекоза. Зачем ко мне пожаловала? Ах, милый муравей, Пощади меня, впусти в дом. Ты был прав. Я должна была ещё летом к зиме готовиться. Что же мне теперь делать? Самое время тебе сейчас Пойти да сплясать. Ступай, стрекоза, своей дорогой. Пусть тебе эта зима станет уроком. А уж следующую зиму, я думаю, Ты позаботишься о себе заранее. Свинья под дубом вековым Наелась желудей до сыта, до отвала. Наевшись, выспалась под ним. Потом, глаза продравши, встала И рылом подрывать у дуба корни стала. Ведь это дереву вредит, Ей с дубу ворон говорит. Коль корни обнажишь, Оно засохнуть может. Пусть сохнет, говорит свинья. Ничуть меня-то не тревожит, В нём проку мало вижу я. Хоть век его не будь, Ничуть не пожалею. Лишь были б желуди, Ведь я от них жарею. Неблагодарная, Промолвил дуб ей тут, Когда бы вверх могла поднять ты рыла, Тебе бы видно было, Что эти желуди на мне растут. Невежда так же в ослеплении, Бронит науки и ученье, И все учёные труды, Не чувствуя, Что он вкушает их плоды. Кажется, Хрюшка глотна. Она питается желудями. Давай покормим её. Потряси дерево, И с него упадут желуди. Она будет не прочь Ими полакомиться. Ого, сколько желудей упало! Думаю, для Хрюшки Этого будет достаточно. Вкуснятина! Ещё хочу! Вот это я понимаю, Блаженство! Ещё желудей! Жёлуди! Такие вкусные! Никак не наёмся ими! Вкуснятина! Ещё хочу! Довольно! Кажется, я наелась! Заняться теперь мне нечем! Как же скучно! Ух ты! А это ещё что? Да это же корни дуба! Надо же! Они такие большие! Они такие большие! Интересно! А под землей они ещё больше? Надо бы проверить! Что же ты делаешь, глупая! Ты подрываешь дубу корни! От этого дерево зачахнет, а потом может засохнуть! А мне будет ни капельки не жалко, если дерево зазорнет! Сейчас мне скучно! Так что не мешай забавляться! Да как же так, свинья! Опомнись! Это ведь дуб! А на нём растут жёлуди, которые ты ешь! Разве можно вредить дереву, которое тебя кормит? Сейчас я сыта! И мне нет дела до какого-то дуба! Не мешай мне, ворон! Лети-ка ты отсюда! И не докучай своим карканьём! А ворон, между прочим, милая свинюшка, прав! Те жёлуди, что ты ела, недавно на мне растут! Так что ж ты делать будешь, если я засохну? Не думала я, что так легко тебе можно навредить! Что ж, не буду баловаться, а то ведь я действительно могу голодным остаться! А теперь дайте мне минуту покоя! Хочу вздремнуть! Когда в товарищах согласия нет, на лат их дело не пойдёт, и выйдет из него не дело, только мука. Однажды лебедь, рак да щука, везти с поклажей воз взялись, и вместе трое все в него впряглись, из кожи лезут вон, а возу всё нет ходу. Поклажа бы для них, казалось, и легка, да лебедь рвётся в облака, рак пятится назад, а щука тянет в воду. Кто виноват из них, кто прав, судить не нам, да только воз и ныне там. Вот и день новый начался! Прекрасный летний денёк, не правда ли? Правда-правда. А вот мне интересно, откуда здесь взялся этот воз? Быть может, кто-то из ближайшей деревни оставил его здесь. Это, конечно, возможно, но только зачем? Как зачем? Вы что, не видите? Воз-то сломан! Вон, колёса по всей поляне разбросаны. А может, нам доброе дело сделать? Починить воз и самим его в деревню отвезти? А как же нам починить его? Кажется, рак видел колёса от этого воза. Помоги друзьям найти колёса, чтобы они смогли починить воз. Ура! Вот мы и починили воз! Теперь бы нам ещё верёвку найти, чтобы удобнее было воз тащить. Помоги лебедю, щуке и раку найти верёвку, чтобы им было легче вести воз. Отлично! Вот и верёвка нашлась! Да, хорошую работу мы с вами проделали! Остаётся только поднять воз в воздух! Из чего захотел? В воздух! Нет, уж так дело не пойдёт! Мы по воде этот воз в деревню отвезём! Да уж, конечно! Друзья, посмотрите! Воз, он же на колёсах! Значит, он передвигается по земле! Как вам это непонятно? Ну что же вы чепуху говорите? Как можно воз по воде вести? Вот тем более по воздуху! Чего вздумали? По воде безопаснее всего воз вести! С воздуха он упадёт и опять сломается! А по земле он же нас самих передавит! Я первый этот воз увидел! Значит, мне решать, что с ним дальше делать! проказница-мартышка, осёл, козёл да косолапый мишка затеяли сыграть квартет. Достали нот, боса, альта, две скрипки и сели на лужок подлипки пленять своим искусством свет. Ударили в смычки, дерут, а толку нет. Стой, братцы, стой! кричит мартышка. Погодите, как музыке идти? Ведь вы не так сидите! Ты с басом, Мишенька, садись против альта, я, Прима, сяду против торы, тогда пойдёт уж музыка не та, у нас запляшут лес и горы! Расселись, начали квартет, он всё-таки на лад не идёт. Постойте ж, я сыскал секрет, кричит осёл. Мы верно уж поладим, коль рядом сядем. Послушались осла, уселись чинно в ряд. А всё-таки квартет не идёт на лад. Вот пуще прежнего пошли у них разборы и споры, кому и как сидеть. Случилось соловью на шумах прилететь. Тут с просьбой все к нему, чтоб их решить сомненье. Пожалуй, говорят, возьми на час терпенье, чтобы квартет в порядок наш привесть. И ноты есть у нас, и инструменты есть. Скажи лишь, как нам сесть. Чтоб музыкантом быть, так надо б на уменье и уши ваших понежней. Им отвечает Соловей. А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь. Стойте, подождите. Неужели вы не слышите, что у нас совершенно ничего не получается? В нашей музыке нет никакой гармонии. А что такое гармония в музыке? Эх ты, осёл, ничего ты не понимаешь. Гармония это слаженность музыкантов, когда их музыку хочется слушать без остановки. А у нас разве не так получается? Да что мне с вами делать? Так, ладно, я вот что придумала. Всё дело в том, что мы неправильно сидим. Значит так, ты, Мишка, должен сесть на место осла, а осёл на место Мишки. Так будет лучше. Ну хорошо. Надеюсь, у нас действительно получится сыграть лучше. Помоги животным музыкантам. Пересади Мишку на зелёный камень, а ослика на голубой. камень. Это место занято. Поищи себе другой камень. Это место занято. сыграть красиво. Да, осёл прав. У нас снова ничего не получилось. Да вы просто в гармонии ничего не понимаете. Мне, как профессионалу в музыке, сложно играть с вами. Погоди, не сердись, мартышка. Я знаю, в чём беда. Надо лишь козлу поменяться местами с тобой. И у нас всё получится. Помоги животным музыкантам. Пересади мартышку на жёлтый камень, а козла на фиолетовый. Тише, тише, ребята, неужели не слышно, как вы плохо играете? Весь лес на уши подняли. Что же вы творите? Тебя ещё здесь не хватало. Лети-ка туда, откуда прилетел. Может, из-за тебя у нас ничего и не получается. Из-за меня? Уж кому как не мне знать толку в музыке. Я же соловей. Как только я начинаю петь, весь лес замолкает, чтобы меня послушать. Но раз ты говоришь, что поёшь лучше всех, докажи. Да, докажи нам. Ну что же, слушайте. А соловей вправду талантлив. Почему мы раньше не додумались помощи у него попросить? Понравился мультфильм? Тогда подписывайся на канал. Для этого нажимай на значок канала. Поставь лайк, пожалуйста. А теперь выбирай следующий мультфильм. Какой мультик ты выбираешь?